Человек долгой и чести. Служба для него была прежде всего. Так можно сказать о каждом бойце, чье имя высечено на сером граните. 29 марта 2000 года в Чечне под Дженни Ведино колонна наших бойцов совершила незапланированную остановку. Наш земляк, командир Валентин Симонов, решил осмотреть дом. Внутри оказались вооруженные боевики. Короткий диалог, и наших ребят начинают беспощадно расстреливать. В этом бою погибло 36 человек. Из них 23 березняковцы. Валентин Симонов, командир отряда, пал первым. Не первый раз он туда пошел. Второй раз когда пошел, отговаривали его. Он сказал, замначальника он был, говорит, если я не пойду, как я буду руководить своими людьми. Вот и все. Сынок был маленький, 4 годика. Вот жена стоит. Боль от утраты близких людей время, увы, не лечит. И спустя 19 лет матери, которые потеряли здоровых и крепких сыновей, по-прежнему утирают на их могилах слезы. Жалко, конечно, очень. Вот 19 лет, я ли должна здесь стоять у его могилы? Мы с Сивы приехали, в 5 часов утра выехали. Как не поедешь? Сегодня на кладбище на каждой могиле вновь появились свежие цветы. Зажглись свечи и прозвучали воинские залпы. Почтить память на митинге собрался весь личный состав Березняковского ОМОНа. Лично бойцов мы этих не знали, потому что еще маленькие были, когда они защищали. Но мы чтим, помним их, стараемся на них быть похожи, потому что мужество проявили. Однако остались в составе и те, кто знал погибших героев лично. Среди них командир Березняковского ОМОНа Александр Чудинов. Сегодня он возложил цветы к могиле каждого бойца. Многих я знаю тогда. Конечно, я работал в СОБРе в то время, но вместе с ними начинал службу в ОМОНе. Многие были мои друзья, товарищи, которые тогда погибли именно 29 марта в 2000 году под Женевьевым. Я могу сказать, что в наших сердцах они всегда будут рядом с нами. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok